Наконец, небольшая спортивная экспедиция, организованная Горной комиссией Российской Федерации Туризма, после долгих месяцев подготовки, оказалась на центральном Теншане. Прошли времена, когда одни люди стремились сюда в поисках золота, другие – за великими географическими открытиями. Полотна крупнейших художников уже запечатлели грандиозную красоту этих гор. Прошли времена, а люди по-прежнему стремятся сюда. В наш комфортабельный век у человека возникло непреодолимое желание, пусть ненадолго, но забыть о достижениях цивилизации, почувствовать себя тем, чем он есть на самом деле – частицей живой и вечной природы. Субтитры создавал DimaTorzok Синьшань. В переводе с китайского – это небесные горы. Небо здесь действительно близко. Но намного ближе друг к другу под этим небом оказываются люди. В течение месяца их будут связывать не только веревки. Тяньшань – это особый масштаб. С гигантских ледников берут начало мощные реки. Группа, оказавшаяся на другом берегу Южного Инелчека, в составе этой же экспедиции. Только идет она по иному маршруту. Переправиться для них – значит сократить путь, сберечь силы и время. Помочь им в этом – прекрасная возможность побыть немного в роли хозяев на празднике. В горах же встреча с людьми всегда праздник. Правда, недолгий. Скоро они расстанутся. Впереди у них долгий и нелегкий путь через пятитысячные перевалы. Маршрут высшей категории сложности. Впереди – особенная и неповторимая жизнь со своими буднями и праздниками. Жизнь, расписанная по особым законам. Перед вами – лишь фрагменты ее. Перед вами – зачастливая жизнь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Жизнь дает крутой поворот и наполняется новым смыслом. Продолжение следует... Все это не главное. Поскольку только мешает продвигаться вперед. И значит об этом можно не думать. Лучше забыть. Главное теперь... Человек на другом конце веревки. На него не просто надеешься. В него веришь. И это прибавляет сил. Продолжение следует... 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 Прошел день, заполненный тяжелой работой. На стоянке напряжение спадает. Однако забот хватает и в лагере. Общение немногословно. Каждый занят своим делом. Продолжение следует... Иногда под шумок примуса приходят мысли о горячей картошке и мягком хлебе. Но их стараешься отгонять. Для разговора это запретная тема. Не время предаваться воспоминаниям. Следующий день будет не менее трудный. И таких дней впереди еще много. Так, мужики, ну вы давайте вылезать, сейчас будем шермы. Шермы поготовы. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На особо сложных участках, когда каждый поступок обретает цену жизни, все второстепенное отходит на последний план. Никаких эмоций. Двадцать восемь килограмм за спиной, будто собственный вес. Про них забыто только размеренные и продуманные движения. Эмоции придут позже, когда будет сделан последний шаг вверх. Там, на перевале, с высоты более 5000 метров, им откроется самое сердце Теншани. Скованный льдом хребет Кокша Алтау с манящим пиком Победы вдали. Последний метр, последний метр подъема невольно ускоряется шаг. С вафли по гребню. Слава, на гребень. 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 Взойти на перевал полдела. Выдай верёвку! Выдай верёвку! Расслабляться рано, каким бы трудным ни был подъём. Иной раз спуски ещё сложнее. Да! Усталость приходится отгонять, чтобы не быть застегнутым ею врасплох. Она навалится позже, на пологом и безопасном месте. Паша, ты застрахован? Да. Так, я за твой карабинчик сейчас. Сначала будет свинцовая тяжесть в ногах и несколько минут оцепенения. С радостью осознаешь, что теперь всё прошли. И лишь потом, когда оглядишься вокруг, придёт удивление и восторг. От того, что предстанет перед тобой и невольно захватит дух. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 20-дневное напряжение сменяется уютным чувством внутреннего комфорта, и лагерь начинает жить по законам коммунальной квартиры, в которой готовится праздничный ужин. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...